Что нужно знать обычным гражданам Одессы, мирным, в этой нелегкой ситуации? Ну и прежде всего по личной безопасности. Это касается только личной безопасности одесситов, ну и жителей Одесской области. Ситуация очень непростая, потому что такой войны Одесса не видела с 1941-1942 года. Поэтому, если вот у нас часто звучит воздушная тревога, это означает, что над городом появилась вражеская авиация, значит может прилететь вражеский артиллерийский снаряд, либо ракета. И что нужно знать в этом случае? Если обычный человек идет по улице. Смотрите, у нас Одесса очень своеобразный город, у нас очень много дворов и подъездов. Если вас застала воздушная тревога и реальный прилет артиллерии на улице, то прежде всего не нужно бежать сломя голову куда-то там в какое-то бомбоубежище и так далее. До бомбоубежища скорее всего будет далеко и не будет времени. Поэтому необходимо будет забежать в первый попавшийся подъезд и упасть ничком. Ничком головой от взрывов закрыть голову руками как можно плотнее голова, шея и лицо. Это очень важные, жизненно важные здесь проходят артерии и нужно закрыть их просто даже не от осколков. Естественно от осколков это не поможет, но хотя бы от щебенки, от каменной крошки, которая вылетает при взрывах. Поэтому закрываем шею, уши, виски ногами к взрыву. Это нужно понимать. Я бы рекомендовал сейчас всем жителям, к сожалению я не хочу создавать нездоровый ажиотаж, но на всякий случай с собой нужно носить в этой ситуации просто резиновый жгут. Этот резиновый жгут необходим прежде всего для того, чтобы перемотать и раненую конечность, либо помочь прохожему, случайному попавшему под такой вот сложный случай, перемотать раненую конечность, чтобы просто не было большой кровопотери. Потом разберутся медики. Если мы находимся дома при обстрелах и в дом ваш жилой многоэтажный прилетел снаряд, если прилетело, если прилетело, вы слышите обстрел по вашему району, не нужно бежать в подвал. Я об этом уже говорил в своем ролике. Подвал чаще всего оказывается ловушкой и действует в жилом доме правило двух стен, о которых вы наверное уже слышали. Это значит мы бежим и ложимся ничком вдоль стены в коридоре. Комнаты, как правило, оказываются по бокам. В коридор вам нужно заранее вынести бак с питьевой водой. Обязательно. Лучше пластиковые, конечно. Необходимые жгуты, ну и документы. Желательно документы всем. Сейчас в принципе паспорта сейчас у всех на руках. Поэтому вам необходимо, даже находясь дома, иметь при себе необходимый пакет документов. То есть паспорт хотя бы и кредитные карточки, свои наличные деньги. Желательно в домах, во всех квартирах иметь маленькие огнетушители. При прилете помним, что в каждой квартире есть газовый вентиль. Перекрываем газ, ребята. Газ перекрываем прежде всего и только потом уже ложимся. Это важно. Это важно. Тот же самый огнетушитель вместе с баком с водой ставим в коридор, где вы ложитесь. И пережидаем налет. Вот и все. Рекомендую очень плотно оклеить крест-накрест и параллельными линиями скотчем окна как с внешней, так и с внутренней стороны. Если обстрел вас застал, вот вы спите и идет обстрел, иногда не бывает времени, чтобы перебежать в коридор. Поэтому ложимся под подоконник. Стекла вылетают внутрь от взрывов. Если взрыв раздался на улице, плотно перебегаем и ничком вдоль стены под подоконник. По поводу нахождения, если вы вышли, это тоже правило для обычных жителей. Если вы задержались где-то и идете через улицу в комендантский час, это важно знать. Необходимо иметь при себе документы. И если вас останавливает вооруженный патруль, это может быть и территориальная оборона, это может быть и полиция, это могут быть и военные. Ребята, не начиная. Знаете, в Одессе есть слово такое «быковать». Не надо быковать. Надо поднять руки и сказать «я безоружный». Я безоружный. Паспорт вот здесь у меня на грудном кармане. И повиноваться всем командам патруля, которые вас остановили. Это касается комендантского часа, естественно. Для водителей, которые выезжают за пределы Одессы, везде идут на чекпоинтах, на блокпостах проверки, паспорт нужно иметь при себе права.